здравствуйте с вами марина ракалина и порция практических советов присоединяйтесь буквально завтра мы отправимся на загородный участок потому что нужно укрыть слабые зимостойкие растения ведь обещают приличный минус ну а пока оттачиваем мастерство выращивания рассады у себя дома опытным путем я выяснила что классную рассаду огурцов под профессиональными фитосветильниками я могу получить буквально за три недели этому огурчику 21 день огурцы нужно пересадить в горшке 10 литров на постоянное место но вместе с этим я буду проводить эксперимент летом у нас появилась интересная натуральная органическая подкормка и мы успели испытать ее в открытом грунте на томатах одну грядку мы не подкармливали другой грядки это удобрение давали что в итоге мы получили после таких подкормок у томатов сильно увеличилась листовая пластинка в кисти томаты стали крупнее даже крупнее заявленных производителем в описании в кисти томаты были выровнены и что самое удивительное крупные томаты закладывались даже нам окошках обычно там томаты мельчают теперь подобный эксперимент я хочу провести дома один огурец у меня будет еженедельно получать это удобрение другой огурчик будет в расти в обычных условиях как я его всегда выращивала у меня классный живой грунт с микробиологическим препаратом здесь есть биогумус здесь есть перлит ну что ж давайте займемся пересадкой натуральное органическое удобрение комплексное я тоже добавляю для чистоты эксперимента то есть выращивают так как я привыкла это делать вынимаю горшок как вы понимаете он точно такой же в котором растет рассада огурца средства для лучшего корнеобразования она сделана на основе морских водорослей то есть полностью натуральная ловкость рук и никакого мошенничества через неделю я буду делать первую подкормку морским коктейлем также я использовал для посадки бельгийскую серию и бел корень производитель компания органик микс новый год еще не наступил но сегодня мы с вами уже будем сеять рассада цветочных культур на данный момент 7 бальзамина и колиуса почему так рано да потому что растут эти растения из семян не быстро но потом в итоге мы с вами можем их беспрепятственно черенковать потому что они слишком неприхотливые шикарнейший гибрид бальзамина кристалл блажь пакетики всего 5 семян но если посеять сейчас то к сезону можно вырастить самостоятельно целую клубу эти красивые колиусы тоже можно будет вырастить из семян еще одно прекрасное нежнейшее растение это илстома несколько недель назад на пробу я посеяла два гибрида чтобы посмотреть на результаты и они перед вами 10 таблеток и стопроцентная схожесть я села два гибрида леди камерон и мисс шарли в интенсивных подкормках такие маленькие растения не нуждаются я давала микробиологический препарат где содержится природное питание на этом пока все и давайте посмотрим на проблемы которые могут возникнуть при выращивании вот такой маленькой рассады от интенсивного света на поверхности таблеток на чехольчиках может появляться зеленый налет и это водоросли аккуратно счищаем зубочисткой и затем сверху нужно подсыпать чуточку вермикулита а вот полив сверху я не делаю я увлажняю вермикулит 7 бальзамина еще раз напомню как я делаю посев берут таблетки качественные где тонкий чехольчик из белого нетканого материала заливаю горячей водой в пластиковый парник я насыпала слой вермикулита примерно один сантиметр увлажняю он должен быть умеренно влажный то есть вермикулит не должен плавать в воде переставляю таблетки на влажный вермикулит пусть они немного остынут но останутся слегка горячими влажной зубочисткой переношу мелкие семена на поверхность таблетки накрываю крышкой ставлю в самое теплое место либо на садовый коврик у меня на столе шикарная коллекция цветочных культур для нового сезона агрофирма партнер это не только качественные овощи это еще и гибриды цветочных культур от мировых производителей в прошлой программе я высевала микро зелень на несколько слоев бумажных полотенец мы видим что зелень полностью готова к употреблению через неделю корешки все белые нет ни малейшего намека на какую-то плесень и развитие других патогенных микроорганизмов микро зелень по большому счету в подкормках дополнительных не нуждается и уж тем более не нужно использовать какие-то удобрения но давайте все-таки вспомним о том что если у растения есть корни то фотосинтез и корневое питание между собой взаимосвязано после того как появились всходы я дала микробиологический препарат потому что это дополнительная защита от патогенов и такие препараты очень важно давать именно микро зелени но сейчас еще в современных микробиологических препаратах есть дополнительная порция натурального питания и если вы даете совсем небольшую дозу натурального питания да еще вместе с микробиологическим препаратом то получается что витаминный состав будет в разы выше и не стоит экономить на это время раз уж мы этим занимаемся то почему бы не сделать конечный продукт более полезным с болезнями не нужно бороться их нужно предупреждать сделайте свой дом экологичным я напомню базовый коктейль который нужно давать всем растениям без исключения неважно комнатные зелени это домашние растения я беру совсем небольшое количество биологического прилипателя с прилипателем бактерии и питание лучше закрепляются на листочках а еще это классная профилактика паутиного ключа и других вредителей прилипатель нужно разводить поэтапно инструкция есть на бутылочке но можно развести его при помощи капучинатора встряхнули далее добавляю микробиологический препарат на есть бацилосубтилис азот фиксирующий фосфор калиемобилизирующие бактерии если действие коктейля нужно усилить например вам не нравится как выглядит растение вам кажется что она угнетенная тем более если вы видите признаки заболевания то добавляем препарат где бацилосубтилис с высоким титром у данного коктейля нет срока ожидания вы можете побрызгать любой урожай тут же его снять помыть и употреблять в пищу единственное наносить такие бактерии лучше рано утром либо поздно вечером но тогда когда не включены мощные лампы для досвечивания я считаю что грамотный специалист не будет вас учить использовать химию он вас научит тому что нужно как можно чаще вносить микробиологические препараты и они будут вытеснять патогенную микрофлору а химии мы убиваем все все живое липосам биозащита от болезней и живое удобрение наш любимый эко дачник народная мудрость гласит лучше один раз увидеть чем сто раз услышать и действительно если я вам даю какие-либо советы то они всегда должны быть подкреплены результатом на фоне новогодней елки мне кажется отлично смотрятся яркие сочные томаты этот урожай созрел без доступа естественного света исключительно под профессиональными фитосветильниками а еще он созрел на органике поэтому урожай не супер огромный но я уверена что он экологически чистый что очень важно томаты не будут супер сладкими но я вас уверяю зимой этот урожай свой гораздо вкуснее чем томаты из магазина урожай мы конечно сейчас соберем но какие есть проблемы у томатов если заглянуть в горшок можно увидеть что грунт немножко просел его стало меньше а еще там есть грибные комарики а еще давайте вспомним про то что там от культура многолетняя соберем урожай дадим питание и он заново продолжит давать нам пасынки и завязывать урожай в прошлой программе я вас знакомила с новой добавкой к почве сегодня мы будем повторять здесь находится ферментированный куриный помет он практически стерилен не переживайте низинный торф здесь есть циолит циолит служит абсорбентом будет хватать все лишнее что есть и здесь есть дополнительное питание ну и конечно есть порция сапропеля продукт концентрированный в него нельзя просто взять и посадить растение но будет жировать может погибнуть этот продукт добавляют в обычный почва грунт чтобы сделать его богатым и что важно питание это пролонгированная а куриный помет не может обжечь корни опять-таки благодаря современной технологии создания этого продукта этот микробиологический препарат мы с вами использовали в течение всего сезона на загородном участке здесь более 80 штаммов различных микроорганизмов то есть это будет служить профилактикой от грибных и бактериальных заболеваний в этот препарат производители добавили гриб металлизиум а он как известно борется с почвенными вредителями добавляю воду для полива в цветочных кашпо очень важно поддерживать грунт микробиологическими добавками чтобы он всегда был живой растения смогут усваивать хорошо питание которое вы положили в этот грунт макси плодородия универсальное удобрение с мета резином под маркой 5 сезонов вы можете заказать на маркетплейсах в современных реалиях на загородном участке мы с вами не только выращиваем урожай но мы еще и отдыхаем участки становятся комфортными эстетичными и ассортимент культур который мы с вами выращиваем тоже меняется и способы выращивания также меняется выращиваем в кашпо мы теперь с вами не только цветы но и овощные культуры а иногда даже все это миксуем и даже на лоджиях дачники также стремятся получать урожай даже зимой для выращивания в кашпо нам с вами нужны культуры миниатюрные совсем небольшого размера и вот именно сегодня я буду вас знакомить с такими культурами сортовой томат маленькое чудо это супер карлик который не требует посылкования и подвязки маленькое чудо томат еще сильно опушенный я вырастила рассаду сегодня буду пикировать еще у него красивые плоды весом около 30 грамм они красные с желтыми штрихами это томат можно выращивать в подвесном кашпо и он будет ампельный баклажан моти имеет также невысокий кустик и совсем миниатюрные плоды длиной всего лишь 10 сантиметров в диаметре 2 сантиметра тоже идеально для кашпо и что немаловажно этот урожай даже очень вкусный то есть можем жарить баклажаны на барбекю и делать салат из томата маленькое чудо почвенный брикет я уже залила горячей водой прошло 15 минут сейчас будем грунт вспушать и тормошить использование почвенного брикета это классный вариант как мне кажется ну во-первых транспортировать его не сложно купили положили в сумку легко и просто привезли домой лежит на полке там не разводится никакая патогенная микрофлора вредители потому что опять таки все это лежит в сухом виде и посмотрите какого качества здесь торт рыхлый воздушный идеально измельченный здесь есть вермикулит и начальная порция питания этот почвенный брикет без каких-либо дополнительных добавок идеально подходит для начальных посевов но так как сегодня я буду делать первую пикировку то грунт нужен более богатый я буду вносить порцию биогумуса и хочу внести дополнительный разрыхляющий компонент вермикулит там есть я вношу перлит перлит и вермикулит у них немного разное действие почвенный брикет это новая форма почвы от биомастер спрашивать в магазинах вашего города традиционно в программе мы снимаем урожай начнем с хрустящих салатов урожай начнем с хрустящих салатов вот такая красота вашему вниманию с наших зимних грядок в своей программе я рассказываю вам про разные варианты органических подкормок вам остается лишь выбрать комфортный для вас вариант мои огурцы получают порцию питания еженедельно но никакими ударными дозами я их не кормлю лучше давать по чуть-чуть на минеральных удобрениях безусловно можно добиться более высокой урожайности особенно в зимнем огороде но я неустанно буду вам повторять что минеральные удобрения содержат слишком много вредных веществ и они накапливаются в нашем урожае минеральные удобрения сильно закисляют почву именно поэтому ваши комнатные растения часто страдают у них просто быстро портится грунт из-за минеральных подкормок если почва становится кислой то растение не могут усваивать питание там разводится болезнетворные микроорганизмы и в итоге грунт придется полностью менять но мне кажется что пичкать овощи химическими минеральными удобрениями вообще не стоит в этом пузыречке 40 аминокислот макро и микроэлементы один колпачок на 1 литр воды аминокисл универсальный и для овощей обеспечит ваш урожай натуральными витаминами спрашивайте в магазинах вашего города заказывайте на marketplace ах обратите внимание на этого красавца зовут его днике этот карликовый перчик был посеян 10 сентября о чем говорит надпись твычки это очень удобно перец обильно цветет и я уже вижу что начал завязывать плоды чтобы был классный урожай мы будем переселять его в кашпо 10 литров но досыпать кашпо я не буду в клей тут будет где-то примерно около восьми восьми с половиной литров земли и давайте я вам еще напомню про один способ который позволит нам получить более богатый урожай а богатым будет потому что у растения будет более мощная корневая система и это позволит растению впитать больше полезных веществ а еще вот этот препарат будет стоять на страже то есть он будет защищать корни растения от патогенов это микориза если попросту гриба корень который увеличивает корневую систему в десятки раз поэтому и питание будет лучше и вот на это кашпо нужно буквально одна столовая ложка переселение прошло успешно воду для полива отстойную воду я добавляю микробиологический препарат это относительная новинка я вам про нее уже рассказывала но буду повторяться здесь специальный штамм бацилла субтилиз который не просто стоит на защите растения и это еще и про биотик вы знаете как важны пробиотики для нашего с вами организма но оказалось что можно давать их растениям и уже употребляя плоды растений в пищу мы с вами будем получать обогащенный пробиотиком урожай витамины органические кислоты аминокислоты макро и микроэлементы ферменты антимикробные вещества и ауксины природного происхождения вот то что я перечислила находится в этой небольшой бутылочки есть основные элементы питания которые растения нужны в довольно приличных количествах это азот фосфор калий магний кальций но все вы знаете что есть микроэлементы вот если микроэлементов не достает то как раз таки завязи будут осыпаться особенно это часто происходит именно дома здесь девять необходимых микроэлементов бутылочку встряхиваем доза минимальная 1 миллилитр на литр вы знаете что растение нужно обрыскивать не только сверху но и снизу вообще снизу находится устица при помощи которых растение дышит все что я сейчас сделала подойдет не только для зимнего огорода конечно чаще всего мы будем эти препараты использовать на своем загородном участке на даче но сейчас вы это можете дать своим комнатным растениям кормилица микориза фитоспорин пробио микроэлементы богатый микро производители компания ваш инком органическое живое земледелие спрашивайте в магазинах вашего города заказывайте на marketplace откуда дома берутся вредители осенью вы занесли растения с дачи домой возможно вы их обработали но обработок должно быть много к примеру многие не используют препараты акрициды от клеща и в итоге дома у нас с вами появляется паутинный клещ мы покупаем в магазине комнатные растения там они выглядят вполне благополучно но стоит принести домой и почему-то все идет не так и очень часто появляется и мучнистый червец и трипс а еще цветы срезка в букетах не думайте что они безопасны вот например моя дочка неделю назад избавилась от хризантем в букете потому что там была белокрылка дома мы использовать с вами сильные химические средства просто не можем мы можем цветы отнести в ванну помыть их с дегтярным мылом с хозяйственным мылом на этом все и кстати это хорошо помогает от многих вредителей если же у вас дома появился трипс чтобы с ним разобраться к сожалению с растения придется убрать все бутоны потому что вы делаете обработку инсектицидом а через какое-то время он вновь появляется он сидит именно в бутонах а потом выходит использовать bio инсектициды дома тоже нужно правильно например важно сделать три-четыре обработки с интервалом в пять дней то есть мы с вами делаем обработку кажется что вредители исчезли но есть стадия личинки яйца есть вредители в почве через пять дней 7 они выходят и нужна еще одна обработка и в идеале чтобы bio инсектициды были разными то есть если вы сегодня использовали один bio инсектицид второй раз можете вы использовать но на третий раз его лучше поменять на другой но также есть девочки которые говорят что мы не хотим использовать распылять даже bio инсектицид в квартире потому что дети животные мы можем с вами взять темный пакет развести bio инсектицид обработать пакет закрываем оставляем на сутки при комнатной температуре чтобы было тепло чем теплее тем лучше сработает инсектицид потом можно вынести на балкон на лоджию проветрить и забрать растение домой самый популярный инсектицид который мы можем с вами использовать дома что мы еще делаем неправильно вот инсектицид не стоит распылять под лампами и вообще днем на ярком солнце от этого его эффективность падает до нужна хорошая температура и темнота поэтому вот такой темный пакет идеальный вариант можно обработать в любое время суток на упаковке есть инструкция но почему-то вот не всем она понятна да в зависимости от вредителя концентрация рабочего раствора может быть больше или меньше но так как это биопрепарат не бойтесь увеличить концентрацию например можно взять от 2 до 10 миллилитров на литр и если вы увеличите дозу поверьте ничего с вашим растением не произойдет но кроме вредителей на растениях иногда могут быть непонятные болезни то есть пятна которые плывут и никакие обработки микробиологическими препаратами не помогают растения жалко растения дорогие что в этом случае делать довольно часто когда люди болеют появляются осложнения мы приходим к доктору доктор назначает антибиотик иногда есть такое лечение она называется лечение пробы то есть назначается антибиотик если не помогает уже дальше назначает какую-то другой препарат то есть ищет причину если вы не понимаете что происходит с вашим растением вы можете обработать его антибиотиком полить под корень дать по листу после антибиотика как и людям так и растением нужно повышать иммунитет и нужны пробиотики и сегодня в программе я уже о них говорила как можно чаще таким растением давайте микробиологические препараты антибиотик фито лавин и биоинсектицид фито верт производитель фарм биомет это оригинальные препараты производителя в удобной упаковке спрашивать их магазинах вашего города я очень люблю составлять цветочные композиции из однолетников то есть не просто посадить одну петунию в кашпо хотя тоже такое у меня есть а собрать композицию из разных видов растений и очень часто в композициях я использую и помею батат это декоративно-лиственное растение цветочки невзрачные но она хорошо заполняет пространство осенью с участка я взяла несколько черенков укореняется зеленым черенкованием без проблем и растет молниеносно хочется сохранить посадочный материал чтобы весной он был хорошем состоянии а место катастрофически на подоконнике не хватает сохранить эти растения можно только при помощи регулярной стрижки не бойтесь вот здесь я вижу боковой побег обрезаю теперь растению будет гораздо легче и еще полтора-два месяца она сможет жить в этом кашпо пару черенков ставлю воду будем разводить например у меня дочка хочет озеленить придомовую территорию около подъезда и вот эти растения конечно очень здорово пригодятся с грунтом здесь тоже не все благополучно в следующий раз когда растение отрастет я уже буду пересаживать сменять грунт но а подкормках думать хотя бы у этих растений вообще не хочется поэтому будут добавлять ионитный субстрат я докопалась до корневой системы это важно если вы используете именно ионитный субстрат потому что извлечь питание из этого субстрата из питательной добавки могут только корни растения когда они с этой добавкой соприкасаются добавляя сверху немного свежего грунта и затем сделаем полив когда растение находится в небольшом объеме нет места предоставить ему территорию то дополнительная порция питания и это идеальный вариант вот так она еще продержится долго ионитный субстрат может работать почве то есть питать растение от одного до трех лет в зависимости от кашпо от силы роста ну то есть чем растение интенсивнее растет тем больше она дает цветов и зеленой массы соответственно тем меньше будет работать эта добавка счищать эту добавку при дальнейшей пересадки то есть очищать корневой ком от земли не нужно обычно советуют очищать землю от корешков когда мы используем для подкормки минеральные удобрения потому что я еще раз повторюсь что минералка она сильно закисляет грунт растения домашние начинают чувствовать себя угнетен и конечно в этом случае грунт убирают а иногда даже и промывают крышки в данном случае ионитный субстрат закислить грунт не может потому что питание запечатано и только корни берут столько сколько нужно на ионитном субстрате не заводится грибные комарики так как нет разложения органики что тоже очень удобно цион косма дает потрясающие результаты именно на декоративно-лиственных растениях вы можете выбрать цион косма любого объема перед вами гибискус обыкновенный очень красивый сорт с крупным цветком бабушка в детстве называла его розаном либо китайской розы в моем детстве это растение было у многих обычный это красный цветок чуть позже появились махровые это была просто сенсация но это растение занимала дом довольно много места было она корявым и цвело только на кончиках побегов и его приходилось часто черенковать когда это растение израсталось то его пытались пристроить в какие-нибудь общественные заведения в школу на завод в клуб там где много места но все равно эти растения выглядели крайне непривлекательным когда они не цели все дело в том что на начальной стадии развития это растение нуждается в формировке не бойтесь резать побеги сформируйте красивое пышное растение но затем побеги для того чтобы было хорошее цветение молодые также нужно постоянно прищипывать тогда ваш розанчик будет очень декоративным после очередной короткой обрезки у меня растение набирает бутоном чем его можно стимулировать зимой чем можно подкормить и как это сделать если например вы хотите все-таки использовать минеральные удобрения я в этом случае кормлю растение по листу это не закисляет почву это готовый коктейль для цветущих растений здесь много калия здесь много магния чтобы растения были с зеленой листвой и здесь есть микроэлементы даем по верхней части листа а потом снизу вариант экономичный эффективный и очень удобный в линейке много различных удобрений с насадкой и они есть например для декоративно-лиственных растений есть для орхидей в моем детстве декоративные растения комнатные на окнах выглядели зимой не всегда привлекательно у нас не было ни препаратов не удобрений для условий мы создать не могли сейчас у нас есть фитосветильники мы повышаем свою грамотность до и препаратов биологических стало большое количество так что можно дома делать все экологично и растение будут выглядеть потрясающе и не забывайте что в комнатные растения можно и нужно вносить микоризу эти гранулы содержит не только микоризу здесь есть гуминовые вещества экстракт морских водорослей и аминокислоты многие поедут на свои загородные участки потому что нужно будет сделать окончательное укрытие навести порядке не забудьте взять с собой средства от грызунов можно взять препараты химические которые просто убьют грызунов а можно вот как я взять репеллент рассыпать около растений которые мыши могут повредить и репеллент очень хорошо их отпугнет спреем дарит микориза тут убьем и репеллент кыш производитель компания росте есть в магазинах вашего города и заказать можно на marketplace ах на рассаде мы видим на листочке желтую каемку это говорит о том что растению не хватает питания и в принципе листочек не такой насыщенно зеленый как должен быть эта информация пригодится не только для тех кто выращивает зимний огород а в принципе через несколько месяцев для тех кто будет выращивать рассаду для нового дачного сезона я не против кормить рассаду какими-то минеральными удобрениями в сезон мы обязательно будем это делать но сейчас рассмотрим вариант комбинированный под корень я буду давать рассаде биологический коктейль этот коктейль не будет портить почву он позволит нарастить мощную корневую систему азот фосфор и калий здесь находится в биодоступной то есть форме которые растения могут быстро усвоить здесь есть 10 микроэлементов в хилатный легко доступные форме включая магний и серу это важно для рассады и здесь хорошая натуральная такая биологическая основа в составе указаны также фулю вы им и гуминовые вещества здесь есть хлорофилл фитонциды фитостерина и лигнана ну и это вариант экономный для тех кому это важно 5 миллилитров на 1 литр воды питание минеральное я даю по листу то есть в виде вне корневой подкормки это современное хорошо очищено и очень эффективное удобрение наносится на лист она всего лишь один раз в месяц я буду очень вам рекомендовать купить такие удобрения для нового сезона удобрение нужно подобрать под конкретную культуру например у меня в руках удобрение универсальное здесь азот фосфор калий 19 19 19 также есть например удобрение для томатов с повышенным содержанием калия соответственно мы будем наносить его всего лишь один раз в месяц по листу когда начнут наливаться плоды составе адьювант один из самых современных биоприлипателей который образует на листочках дышащую сетку и не позволяет элементам питания смываться и постепенно эти элементы попадают внутрь листа далеко не все удобрения будут эффективно действовать по листу и дело в уровне кислотности рабочего раствора в данном случае в удобрении это предусмотрено и есть добавка которая смягчает воду в этой упаковке 30 грамм удобрения из него можно приготовить 10 литров рабочего раствора а теперь представьте сколько раз вы сможете дать это удобрение всем своим растениям 3 грамма на литр я использовала удобрение листория универсальная и биококтейль для рассады производитель компания биокомплекс спрашивайте в магазинах вашего города заказывайте на маркетплейсах и на официальном сайте биокомплекс